Всем добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие коллеги. Мы вас рады приветствовать на очередном мероприятии нашего онлайн-курса «Финаугры России в XX веке. Язык, права человека, власть». И сегодня заключительная лекция нашей программы. И сегодня будет такой большой обзор советской языковой политики, которую сделает для вас, для нас всех исследователь, специалист по языковой политике, политолог и старший научный сотрудник Института языкознания Иран Константин Замятин. Я вообще как раз вчера читал лекции по истории в Институте Высшей Школы Экономики. Там я читаю на английском, поэтому я должен тут извиниться, что слайды тоже на английском. Но я думаю, вы поймете. Еще раз всех приветствуем. Спасибо, что нашли время и возможность к нам сегодня присоединиться. Это курс, который посвящен истории финаугры в XX веке. И в этом курсе мы делаем попытку такого комплексного взгляда на то, как разные переломные события XX века повлияли на положение наших народов и какой вектор развития им задали. Мы смотрим на историю финаугров под разными углами, через призму разных дисциплин. У нас были лекции, где мы смотрели демографическое положение финаугров и то, как оно менялось в XX веке. И сегодня у нас в фокусе языковая политика. Мы поговорим о советской языковой политике. И Константин Замятин, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, политолог и специалист по языковой политике, сделает такой обзор того, какой была политика СССР в отношении языков, в отношении нерусских языков, в отношении миноритарных языков и так далее. Ну и, пожалуй, все. Спасибо всем, кто ходит на наши лекции. Спасибо Константину за готовность выступить у нас. И давайте начинать. Если тут дискурс благодарности продолжать, тогда я тоже хочу спасибо сказать Артему за приглашение и за то, что он делает. Я вообще занимаюсь теориями языковой политики. И, ну, мы тут чуть-чуть было, может быть, непониманием. И когда с Артемом давно уже, это в начале года, разговаривали об этом, я немножко другую тему планировал. Но вот, тем не менее, я, конечно, историю тоже затрагиваю, хотя я не историк, поэтому тут я надеюсь на вашу снисходительность. Ну и я хотел про языковую политику в Советском Союзе рассказать, немножко с таким фокусом, может быть, на финногорские народы, финногорские республики. И надо важную вещь подчеркнуть, что в советской традиции языковая политика, она отдельно не рассматривалась. То есть это было частью национальной политики. Поэтому, конечно, де-факто языковая политика была, но она очень была связана с национальной политикой. Этим, например, советская и российская политика даже до сих пор, она отличается от каких-то других стран. Например, от Финляндии. То есть вы знаете, например, в Финляндии, что там именно языковые меньшинства в первую очередь. Тогда давайте я начну. Ну, естественно, я буду двигаться по хронологии. Немножко скажу о том, какова была ситуация до советского периода. Это конец царского времени. И, наверное, многие из вас слышали это выражение, что Россия – это тюрьма народов. Ну и есть какие-то свидетельства этого. Это, конечно, такой слоган. Можно о нем разговаривать. Вообще Россия была... Ну, империи, они характерны для империи, что они очень многонациональные. В России, например, в Российской империи в то время великороссов, как это называлось, было меньше даже, чем половина, согласно переписи 1997 года. Хотя тут надо еще учитывать, что малоросы и белорусы, они как отдельно не рассматривались. То есть это все как бы считалось частью одной нации. Были другие значительные меньшинства. Ну, время было такое, что много было неграмотных. Тем не менее, в общем-то, царское правительство, оно тоже ставило цели. И даже было, по-моему, в 1909 году было принято решение о том, что нужно, как это по-русски, универсальную грамотность вести, то есть чтобы люди умели читать. И политика, она, в общем-то, была продуманная уже к этому времени. И тут в разных аспектах, в национальных, например. То есть тут, например, я в этом примере отдаю, как, допустим, какие-то дискурсы строились внутри страны, имеется в виду по отношению к меньшинствам, которые на внутренней периферии жили. И также по отношению к народам, которые имели форму автономии. Как вы знаете, в принципе, в Российской империи два княжества были, которые имели определенными правами, обладали. То есть это княжество, великое княжество, финляндское, Финляндия, и вот царство польское. И в отношении них тоже была определенная политика. Особенно политика поменялась во времена Александра Третьего, как вы, наверное, знаете. То есть контрреформа это называется. И там, в частности, была попытка даже как-то свернуть автономию Финляндии, в частности. Ну и уже с этого времени, в общем-то, все равно, вот два примера я тут привел, различалась политика в отношении западных меньшинств, которые рассматривали все-таки как развитые народы. Это финны, поляки, балтийские народы. И восточных меньшинств, в том числе большинство финно-угорских народов России, которые сегодня, вот, которые числились в числе так называемых отсталых народов. Система школьная, она была такая интересная, многослойная. Были государственные школы, были земские, то есть муниципальные школы, то, что мы сказали, в тех провинциях, в которых земства существовали, это вот в основном территория России, то есть это не национальные окраины, особенно не западные. И были так называемые русско-инороческие школы, вот где как раз система Эльминского применялась, я не знаю, Света говорила об этом, но еще об этом немножко позже скажу. То есть это такая система immersion, принято ее называть по-английски, то есть когда ученики, они начинают обучение на родном языке, ну, там после, вот как в случае с системой Эльминского, после двух первых лет обучения переходят на язык большинства. Также была система религиозных школ, то есть это приходские школы были и миссионерские школы. Вот эти все школы, они в основном, конечно, функционировали по-русски, за исключением вот русско-инороческих школ. Но еще было позволено, в общем-то, и народцам, как это называлось, иметь и такие частные школы. И вот тут в литературе приводится такой пример, что определенное количество школ в земских губерниях, они были как раз медресе, например, или хедер, это для еврейских школьников, медресе, соответственно, для мусульман. Например, в Казани вот было довольно большое, в Казани имеется в виду, в Казанской губернии, конечно, довольно большое количество михтебов и медресе. Но тем не менее, сама система, она была такая, немножко противогревачивая, но понятно, что для любой империи, чтобы империя сохранялась, нужна определенная степень толерантности, как и в Турецкой империи, система милетов, например, была, то есть меньшинство, они даже какую-то автономию пользуются, так и вот в Российской империи. Но тем не менее, конечно, ну, прослойка образованных, она была не такая большая, но распространялись, в первую очередь, русские национальные ценности и среди нерусского населения. Конечно, тут еще надо сказать, что ведь дворянство в России, оно достаточно, ну, там этнические русские были в меньшинстве, то есть там значительная группа была поляков, были грузины, были балтийские немцы, и я сейчас доли точно не помню, у меня тут нет этой информации, но вот такое интересное. И в языковом отношении тоже, как вы знаете, что в Российской империи там до того, как Толстой написал «Война и мир», то есть до вторжения Наполеона, в общем-то, дворянство, она говорила по-французски, потом она стала говорить по-немецки, вплоть до Первой мировой войны, то есть, в принципе, и даже степень определенного многоязычия присутствовала. Но в отношении, особенно мусульман и евреев, конечно, тут мы прямо можем говорить о дискриминации, то есть, как вы знаете, в отношении евреев даже существовала черта оседлости, где они могли жить. То есть, была такая система. Ну и как бы русский, он не, он, по сути, был единственным официальным языком в этой системе. Вот. Были, конечно, вот эти руссконародческие школы, но это тоже можно рассматривать как систему для интеграции меньшинств, как бы, большинство, то есть, подразумевалось, что они, конечно, потом ассимилируются. И были даже законы, которые ограничивали использование нерусских языков, то есть, по им функциям, по их функциям. И, соответственно, цель была, конечно, в постепенной ассимиляции нерусских. И русский язык был тут как бы языком страны, а другие языки, они в этом смысле, особенно в публичной сфере, маргинализовались. Ну вот, когда марксисты обсуждали национальный вопрос, это была одна из центральных частей их доктрины, потому что, ну вот, если в стране русские, в меньшинстве, соответственно, им нужна была поддержка среди нерусских народов. Вот, согласно доктрине, марксистский национализм рассматривался как идеологическое оружие буржуазии, чтобы связать рабочих, привязать рабочих к правящему классу. Соответственно, пролетариат, движущая сила революции, он был, как вы помните, лозунг пролетарии всех страстно единятий, то есть он такой был интернациональным, но, естественно, вот проблема была в том, что уже существовала система государства, надо было эту революцию сделать в конкретном национальном государстве, как они тогда существовали, ну или империи, ну как бы там были доминирующие нации в этих империях. И в этом смысле национально-освободительные движения, они в Драктрине рассматриваются как революционные движения. Вы знаете, в советские годы тоже, что где-нибудь в странах третьего мира национально-освободительные движения всегда приветствовались. И для таких движений вот право на национальное сопределение, оно даже стало частью программы первого интернационала. Хотя понятно, что для марксистов классовый вопрос, это первый вопрос, а уже национальный, он как бы ложное сознание создает. Но вот с такой доктриной перед большевиками стала практическая задача, как этот вопрос национальный решать в собственном России. И были разные позиции, например, с точки зрения Ленина, согласно доктрине он к этому относился, то есть это было право нации вернее на национальное самоопределение, право народов на самоопределение. Ну, конечно, он ее рассматривал в первую очередь как слоган до революции. И как он был великий тактик, тактический, конечно, это был для него компромисс для того, чтобы преодолеть национальное различие. И, соответственно, потом он считал, что вот эти различные национальные идентичности, они пропадут, если национальный вопрос будет лишен. Были также, с другой стороны, были национальные нигилисты, так называемые, Роза Люксембург, например, или правые, когда вот уже процессы начались, сталинские, например, вы помните Радек Пятаков-Бухарин вот в 37-м году, это как раз они правые в том смысле, что они к национальному вопросу относились вот именно так, что это они считали самоопределение утопическим требованием. были промежуточные доктрины, вот одна из известных, это территориальная и национальная культурная автономия, которую Отто Бауэр, австрийские марксисты разрабатывали, ее, соответственно, российские большевики критиковали, Сталин и другие. Ну, тут предполагалось, что вот есть национальные идентичности, они сохраняются, но потом люди уже такие публичные ассоциации вступают, и они как бы по интересам собираются, но тут важное слово экстерриториальная система, это должна была быть. То есть и тогда, конечно, культурные различия различаются, но тут двойная получается идентичность возникает, то есть по отношению к своей группе, к своему культурному бэкграунду и по отношению к самой стране. Ну и тоже последний вариант это система государственного федерализма, которая собственно в Советском Союзе и была реализована. Дальше тут два главных идеолога, конечно, были, я не знаю, может быть, многие из вас об этом знают, поэтому я скорее тезисно буду об этих вещах говорить, но Сталин, он занимался национальным вопросом, как вы знаете, в советское время он стал председателем наркомнация, он и в общем-то до революции этим занимался, вот он, например, написал в 2013 году книгу «Марксизм и национальный вопрос», и там он дал знаменитое определение нации, в котором среди прочих черт говорилось о том, что нация характеризуется тем, что у нее есть общий язык, то есть одна из характеристик нации. Ленин, он тоже выступал по поводу языкового вопроса, но тут он говорил о том, что надо во вновь образуемом государстве провозглашать государственный язык, потому что с его точки зрения это будет проявление шовинизма великороссского, что это только такой шаг, который будет разделять. Когда революция победила, соответственно, вот эту доктрину большевики, они стали притворять действия, то есть это национальное сопределение народов и равноправие граждан, но на практике, конечно, успела воспользоваться этой возможности только Финляндия. Вот я не знаю, насколько вы видите, у меня частично документы я ставлю в углах, вот эта декларация, вернее, декларация государственного суверенитета Финляндии, независимость, вернее, и Ленин, в общем-то, в декабре 1917 года эту независимость признал. В других случаях большевики с этим боролись, именно боролись, вернее, с национальным сопределением, как правом на отделение, и в частности, как вы знаете, было в 20-м году предпринято, был поход во главе с Тухачевским в Польшу, который неудачей закончился, но в 21-м году, например, в Грузии вполне себе они меньшевистское правительство, ну, с их, в их определении меньшевистское правительство, которое там было, они подавили, и, соответственно, советскую власть провозгласили. Интересно, что сам процесс, вот эти новые республики, они провозглашались, то есть это право на самоопределение, оно должно было реализовываться в определенной процедуре, и вот если для менее развитых национальностей это был референдум всенародный, то для тех национальностей, которые уже были, ну, западные национальности, продвинутые, индустриализованные, это были решения съезда Советов, и сейчас я скажу, почему это так, попозже чуть-чуть, вот, но в целом в 2018 году, значит, третий съезд Советов провозгласил Российскую Советскую Республику на базе, как созданную на базе Свободного Союза Свободных Наций и Федерации Советских Республик, в которой провозглашалось равноправие всех наций и народностей и право на самоопределение вплоть до отделения, вот, это, что касается официальных заявлений, ну, теперь надо ведь на основе этой доктрины было так же и практические шаги предпринимать, вот, соответственно, был создан Наркомнац и Наркомпрос, Наркомнац это по делам национальностей, Народный комиссариат и Наркомпрос по делам, вернее, комиссариат просвещения Луначарский, который возглавлял, в нем был создан отдел по образованию национальных меньшинств и принципы деятельности этого отдела были сформулированы такие, что все национальности, они должны были иметь возможность воспользоваться правом организовать преподавание на их родных языках, как в начальной школе, так и в средней школе. И тут еще интересный момент, что вот этих школах национальных меньшинств, помимо родных языков, должен был преподаваться также язык самой большой группы населения именно данной республики и данной территории. У большевиков была проблема, что в республиках, ну, в национальных окраинах бывших, у них часто не было пролетариата. Как вы знаете, пролетариат вот как раз такой передовой класс. И де-факто получалось так, ну, вернее, на западных окраинах такие пролетариат существовал, допустим, в Финляндии и в Польше, поэтому, собственно, они считались как бы уже развитыми и продвинутыми. А вот у других, особенно, ну, отсталых национальных так называемых его не было, получалось так, что пролетарии, они были этническими русскими, и, соответственно, дискурс получался такой, что русский получалось, что является языком пролетариата, то есть продвинутым, прогрессивным языком, а нерусские языки, они, соответственно, языки крестьян, отсталые языки. Большевики, тем не менее, нуждались в поддержке в национальных окраинах, вы знаете, что шла, особенно в ситуации, когда шла гражданская война, то они пришли к такому компромиссу для себя, и эту идею подал известный деятель Мирсейд Султан Галиев, может быть, вы слышали о нем, который такую проблему решил, вернее, на концептуальном уровне, то есть он предложил различать между колонизуемыми и колонизаторами, вот, и если эта нация продвинутая, то, соответственно, у нее есть все классы, есть и крестьяне, и пролетариат, а колонизованные народы, они обычно состоят только из крестьян, ну, или кочевников, вот, и по его определению, вот эти народы, они пролетарские народы, потому что они занимают такую же позицию, в которой находится пролетариат в продвинутых нациях, то есть эксплуатируемые, это эксплуатируемые, вернее, как это по-русски, наверное, эксплуатируемые народы, да, это называлось, вот, и поэтому, ну, это уже дальше соответствует марксистской доктрине, что национальная революция, она должна была сперва победить у этих народов, и потом уже, соответственно, за ней должна была следовать пролетарская революция, когда пролетариат, собственно, уже появится, вот его портрет, теперь, как на практике, опять же, продолжая эту тему, вопросы решались, ну, как вы знаете, Ленин, Владимир Ленин был самой центральной фигурой, вот, но он скорее занимался наряду с Троцким вопросами международными, а на уровне Совнаркома и ЦК партии, они работали с западными окраинами, ну, уже не окраинами, де-факто уже это отделившиеся страны, Польша, Финляндия, вот, и Балтийские страны, а непосредственно национальностями, вопросом национальности внутри России, вернее, на тот момент это все было еще, Советская Россия, вот, занимался нарком нации, Сталин, и это такое было интересное учреждение, вот, в нем, оно такое, даже не, как мы, это не министерство, то есть там не просто исполнительную власть, да, но там, как бы, представители меньшинств тоже участвовали сами, и, там, лоббировали интересы своих групп, и он состоял из комитетов, то есть один из первых комитетов был еврейский комитет, Диманштейн, даже потом он возглавлял нарком нации, вот, Муском, мусульманский комитет, и другие комитеты создавались, и, вот, на базе той работы, которую нарком нации вел, к 21 году, когда уже гражданская война закончилась, значит, уже стали приниматься доктринальное решение, именно как на практике реализовать вот эти слоганы, которые были провозглашены, на 10-м съезде партии первый раз прошла дискуссия по поводу национального, по поводу, как реализовать национальное самоопределение, и были идентифицированы, вот, две девиации, как вы знаете, потом это в 30-х годах, особенно, такие формулировки, вернее, не девиации, а отклонения, вот, которые касались национального вопроса, это были отклонения шовинизма, великоросского, или, я забыл, как это по-русски, или местного национализма. В резолюции, касающегося национального вопроса, вот, этого съезда, говорилось о том, что уже не только школы должны на национальных языках развиваться, но и газеты, театр, клубы, культурные учреждения, среди прочего. Но этим решение национального вопроса не ограничивалось, вообще программа была, она масштабной, как я сказал, что в итоге принцип федерализма стал основой решения, советского решения национального вопроса. Вот, я не знаю тут, к сожалению, насколько вы подробно это затрагивали, когда говорили о коронизации, но, допустим, достаточно коротко скажу, что в чем тут логика заключалась, что если существует право на самоопределение, соответственно, вот есть нации, это не экстерриториальная, а именно территориальная автономия, ну, сейчас это до этого тоже дойдут, соответственно, нужно как бы определить, на каких территориях эти группы проживают, и первым шагом это, когда встает шаг по размежеванию, национальному размежеванию, как это называлось, вот определению границ, и уже когда эти границы определены, дальше это называлось национально-государственное строительство. То есть, по сути, должны были быть созданы национальные государства в рамках границ. Несмотря на провозглашенное равноправие народов, конечно, в марксистской доктрине народы различались в зависимости от того, на каком уровне они развития находились, то есть от, как это в марксистском языке называется, общественной экономической формации. Тогда группы разделялись на нации, собственно, уже национальности, вернее, нации, народности и меньшинства. И когда размежевание проводилось, оно в первую очередь строилось по национальному принципу, то есть на этих территориях нужно было каким-то образом обеспечить, чтобы титульная группа, титульная в том смысле, что вот та территория называлась по названию этой группы, которая должна была проживать там в большинстве, нужно было как-то вот именно так размежевать. И для этого даже довольно экзотические меры, для того времени, может быть, не так экзотично, но и даже были переселения в том числе, чтобы такое большинство этническое обеспечить на данных территориях. И развитие шло, в общем-то, в определенной мере спонтанно, именно в смысле формы. То есть это начиналось от уровня рабочих коммун. Интересно тут, что корейская рабочая коммуна, она одна из первых была создана. И тут, конечно, влияние Финляндии было велико, потому что в Финляндии, как вы знаете, красные проиграли, и много из красных, так называемых, финнов. Вот Эдвард Гюлин, в том числе основатель этой коммуны, эмигрировали в Карелию. И вот они, собственно, эти вопросы там продвигали. И в первый раз в том числе были созданы автономии финно-угорских, волжских народов в 2020 году, морийская автономия и водская автономия, вернее, потом коми автономия. Несколько позже мордовская автономия были созданы. Теперь к вопросу о коренизации. Так что у вас есть, значит, уже отграниченная территория. Вы проводите там национально-государственное строительство, то есть строите государство. И в этом государстве, соответственно, большинство населения вот именно этой титульной национальности, но они в основном крестьяне. А вам-то нужно, чтобы были идейные большевики, которые могли бы свои, вернее, коммунистическую весть до массы донести. Поэтому советская власть озаботилась созданием такой группы национальной интеллигенции. Это тоже вы об этом говорили. Вот. И для этого нужно было, соответственно, этих людей, во-первых, грамоте научить. Ну, их вербовали там в Красной Армии в первую очередь. И, соответственно, добиться того, чтобы эти люди стали работать в советских органах, то есть в спортивных органах и советских органах, которые на тот момент уже функционировали. И, соответственно, в них были в большинстве этнические русские, именно местные обычно. И это, конечно, создавало проблему, потому что уже, соответственно, советы функционировали на русском языке. И когда неграмотные крестьяне, которые только там, может быть, ликбез прошли, власть из Москвы требовала, чтобы были квоты прямо. Вот, например, тут тоже маленький шрифт, как коренизация в Удмуртии. Я примеры из Удмуртии буду приводить, поскольку, ну, так, я вроде сам родом оттуда. Вот. Ну, об этом вы говорили, поэтому скажу коротко, что, соответственно, должны были и эти языки тоже быть развиты. Об этом Света говорила, наверное, что стандарты письменной формы должны были быть утверждены. До этого ведь, в принципе, письменные языки существовали, даже и алфавиты существовали у каких-то групп. Ну, в основном это была религиозная литература. Ну, единственное, что, может быть, вот уже там 904-905 на Удмуртском языке появились календари. Потом Марла календарь тоже они сделали в 907-м, по-моему, у них первый. Там точно неизвестно, когда вот эти уже нерелигиозная печать появилась еще до революции. Вот. Но что касается коренизации, вот тут, я не знаю, были у вас эти цифры или нет. Тут интересно, что она, в общем-то, никогда не была до конца доведена. Вот, например, только проценты тут даны по финногорским народам и тюркским, вовским. Та часть работников в властных органах автономии, которые, собственно, были титульной национальности, довольно мало в Карелии и Мордовии, в Удмуртии и Мариелла. При том, что, как вы помните, что в то время титульные группы сами были в большинстве на этих территориях. Особенно низок уровень репрезентации был среди технического персонала или в академической сфере, где в основном русскоязычные работали. Теперь я сказал о том, что национальное государственное строительство осуществлялось, но тут как бы нужно уточнить, что, собственно, создавалось и как вот этот вопрос иерархии различных групп решался, потому что если разные формации, то, соответственно, есть кочевые народы, у них еще первобытный общинный строй, есть там феодальная группа, как это считалось, есть уже развитые народы. И решение было в том, чтобы отпускать не хотели, а предполагалось, что победит всемирная революция. И одно решение было в том, чтобы давать вновь освобожденным народам, в том числе, ну, вернее, тем народам, которые осуществили пролетарскую революцию, ждали ведь революцию в Германии, дать им автономию, то есть включить их в состав Советской России. Ну, понятно, что эта докторина немножко, вот эту идею мировой революции противоречила, ведь как бы, ну, например, Бавария победила революция, и как Баварию включать автономию в состав Советской России, что ли? Это же как-то какой-то имперский проект вроде как звучит. Вот хотя Сталин, ну, он был тут в этом, как я сказал, более внутренними вопросами занимался, поэтому он эту идею продвигал, идею автономизации. Ну, Ленин уже один из последних его шагов, который он успел сделать, в 1922 году, конечно, он выступил против такой идеи автономизации и за то, чтобы это была федерация свободных республик советских. Вот. И, соответственно, исторически это предполагалось, что по мере того, как революция будет в соседних странах происходить, вот эти новые республики будут с Содружеством, или Союз Братских Народов включаться. И на фоне этого 12-й съезд уже, он провозгласил великодержавный, вспомнил, как это называется, великодержавный шовинизм как более крупную угрозу, чем местный национализм. Ну, естественно, потому что нужна была поддержка, вернее, что русскоязычные иногда были против того, что какие-то там республики создавались. Вот, допустим, интересно, даже в 1921 году я тут... Сейчас много документов ведь выложили в сеть, оцифрованных в Удмуртии, в частности. Вот есть Удмкорни, кстати, там можно и приход... Ну, можно свои личные корни найти. Ну, и там документы. Вот в Сарапольске, там, республика, по-моему, даже они назывались, они не хотели в Удмуртии уходить, вот они прямо были очень-очень сильно возражали против этого. Вот поэтому великодержавный шовинизм на тот момент был большей опасностью с точки зрения большевиков, провозглашён с точки зрения большевиков. Ну, и вот на этом принципе федерализма, соответственно, Советский Союз был создан в 1922 году, вернее, даже он был создан на основе договора союзного. То есть вот были четыре на тот момент союзной республики. Сталия он немножко, конечно, тоже победил в том смысле, что Закавказскую республику он всё-таки сделал такой, что она как бы стала единой республикой федеративной. И Россия тоже в этом смысле, она тоже была сама федерацией, в которой существовали автономии. Вот как эти вопросы решались на местном уровне, вот, например, в Финляндии, ой, Финляндии, в Удмуртии? Ну, собственно, то же самое происходило. Третий съезд Советов в Удмуртии, он в 19-м году постановил, что должна была создана школа на удмуртском языке. Ну, очень много документов принималось. Сейчас я тут самое ключевое, может быть, выбрал, что удмуртский язык должен быть, был использован наряду с русским местным соуправлением в организациях автономной области на тот момент. Вот, например, тут постановление о том, что двуязычные вывески должны быть слева. Вот, была орфографическая комиссия создана. Интересно даже, что вот для коми-языка, как вы знаете, там у них свой алфавит, а тут рассматривался вопрос, что, может быть, для удмуртского языка и для коми-языка на основе латиницы, то есть создавались даже алфавиты. Вот, по поводу школ, интересно, что тут все-таки, несмотря на сам принцип, что школа должна национально на национальном языке функционировать, но на практике были два типа школы. Это была национальная собственная школа и смешанная школа. Вот, и национальная, все на одном языке, а смешанная, они как бы функционировали, в принципе, билингвизма. То есть, видимо, часть предметов преподавалась на русском, часть на удмуртском. Ну, и русский был введен уже с третьего класса как обязательный предмет в удмуртских школах. Вот, и если тут подвести немножко итоги этого периода, можно сказать, что, да, в принципе, все языки развивались с точки зрения статуса. Тут русский тут не превозносился как основной и официальный язык. Вот, Света, наверное, об этом говорил, или про коронизацию, когда говорили, тоже об этом говорили, что для многих языков вообще алфавиты были созданы заново. То есть, это более чем для 40 языков, особенно для народов севера. То есть, это такое золотое время для лингвистов было, языковедов для, вот, как раз, которые в этом институте тоже трудились. И для этнографа особенно, потому что надо было и группы классифицировать. То есть, что есть нация, что есть народность. Вот, и с точки зрения школ тоже, вот, эти все, в общем, типы языкового планирования, что мы в настоящее время называем, это планирование как статусное, планирование корпусное, то есть планирование самого языка, так и планирование в области образования, они проводились. Ну вот, тут немножко, если сказать про количество школ, про результаты вот этой политики, которая к 27-му году за 10 лет существования советской власти успели выкристаллизоваться. Вы можете посмотреть, я, может быть, подробно не буду говорить. В 27-м году, почему 27-й, потому что там была школьная перепись. И вот вы видите, например, в Удмуртии только 7,5% удмуртских школьников, они, соответственно, на родном языке обучались, в то время как большинство все-таки, вот, 75% они учились в двухязычных школах. И потом, это в начальных школах, а потом уже продолжали, когда в средней школе, только на русском языке. В основном это, конечно, ведь школы были только начальные. Семилетку-то вообще, по-моему, после войны... То есть было сперва три года, потом вот четыре сделали, а семилетку вообще только после войны вбили. Вот. Ну и важное направление, это, конечно, тоже, помимо школы, это печатная продукция. И, несмотря на то, что определенное количество публикаций было и до революции, тут, конечно, произошел бум. Вообще литературы появились на многих языках впервые, например, на корейском или на мордовских языках. То есть, если говорить о типе языковой политики, которая в 20-е годы проводилась, то с точки зрения языковых идеологий, ну, мы можем, в принципе, утверждать, что это, да, было равноправие языков, и многоязычие продвигалось, и для этого создавались, соответственно, письменные формы, школы создавались национальные. Если на практике говорить, то больше сотни языков, в принципе, использовалось и могло использоваться не только в частной сфере, но и в публичной сфере. Появилась грамотность и литература на родных языках. То есть, такой период довольно интересный. Ситуация изменилась в середине 30-х годов. Вы знаете, почему так произошло. Но помимо вопросов власти, тут еще, конечно, был экономический аспект. То есть, если конец 20-х это был период НЭПа, то есть, немножко большевики, они отступили, в кавычках, то тут они решили, что все-таки надо форсировать и начали модернизацию на основе индустриализации, коллективизации. То есть, коллективизация – это был такой процесс, который, условно говоря, ограбили крестьянство, чтобы были средства, на которые осуществить индустриализацию. Но об этом вы говорили. Но тут я хочу сказать, что с экономической точки зрения, конечно, нужен ведь общий язык для того, чтобы экономика функционировала, общий язык коммуникации. Поэтому тут определенная логика была. Но с другой стороны, вот эти все формы внешние, то есть, автономии и республики, они были сохранены. Хотя тут нужно оговориться, вот, в общем-то, для периода, если вам будет интересно, тут два основных автора. Это Терри Мартин, эта книга называется, она на русский тоже переведена, «Империя позитивной дискримин...» Ну, вернее, как «Affirmative Action Empire». Вот, и Франсин Хирш, она вот как раз уже, скорее, с другого аспекта подходит как раз. В том числе она говорит о том, как эти языки создавались, как группы классифицировались. Так вот, Терри Мартин, он говорит, что, по идее, вообще говоря, в Советском Союзе, конечно, несмотря на провозглашение вот этого принципа федерализма, советское государство, оно никогда, по сути, на федеративе, ну, в принципе, федерализма, оно не работало. И, конечно, партия тут была, там, ум, честь и совесть эпохи, как это позже называлось. Ну, то есть, главный стержень, на который власть держалась, так в партии тоже были дискуссии, но в партии возобладал принцип демократического централизма. То есть, несмотря на всю вот эту градацию и иерархию разных форм национальных государственностей, вот партия, она была едина в этом смысле. Но формы государственности развивались, система, то есть, эволюционировала. И даже, интересно, вот финно-угорские регионы, они же были создавались как автономные области в рамках краев. Название краев менялось, то есть, как, например, Дикий Запад, да, North West Territories или Arizona Territory, как вот когда колонизировали западные сеттлеры Дикий Запад, вот они тоже это называли территориями. Но в середине вот 30-х годов, в частности, статус этих автономий был повышен. То есть, это были уже не просто области, но автономные республики стали. И это не просто дело в названии, но и дело в том, что вроде как бы нужно ведь было демонстрировать успехи, и вроде как бы статус автономии, он означал, статус республики, он означал то, что считалось, что вот теперь были созданы пролетариаты тоже для этих национальных групп, для удмуртов, в Удмуртии, Мордовии, то есть, удмуртская автономия стала с 32-го года, изводской была, стала называться удмуртской. Вот, и поскольку появился пролетариат, то, соответственно, это уже не отсталые народы, а продвинутые, и они уже как бы имеют право на более продвинутую форму автономии. Дальше. Это была одна часть, с другой стороны, конечно, советская система, ведь она сверху вниз была на национальном принципе устроена, вот, например, то есть это не только про республики, как мы, наверное, все, в общем-то, из вас об этом знают, вплоть до уровня там национальных районов и национальных колхозов, и уже тогда личной национальности вот эта система была построена, даже, например, финские колхозы существовали, финские два района было финских, в Ленинградской области, например, или очень много всяких разных немецких, еврейских было районов там в Украине, вот, вот это низовой уровень, ну или как низовой, ниже республик, ниже кругов, он был ликвидирован после 38-го года. Обоснование было в том, что, да, среди вот этих групп, которые там проживали, это очень много было немцев, финнов, корейцев, которые, то есть эти автономии, они были созданы врагами народа. Это ведь и финногорские народы коснулось, в частности, потому что вот автономия карелов в Тверской области, национальный округ, вернее, он был тоже ликвидирован. В то время ведь карелов даже было там больше, чем в республике автономной, в самой Карелии. Вот, а сейчас там карелов очень мало. Это тоже вам знакомо. Уже после середины, когда репрессии начались, теперь местный буржуазный национализм, он был объявлен большей опасностью, чем великодержавный шовинизм. И, соответственно, чистки интеллигенции, вот вновь созданной, особенно она чистка прошлась по финногорским народам, как вы знаете. То есть, по сути, всю интеллигенцию, которую создали, также и всю, не всю, но репрессировали. Теперь, переходя, собственно, языковым вопросом, как я сказал, что с точки зрения экономики важен был общий язык, и вот поэтому, собственно, политика поменялась в середине 30-х. В 30-м году уже вышел декрет о том, чтобы вести всеобщее обязательное начальное образование. И в 38-м году русский язык стал обязательным предметом во всех национальных республиках и регионах. Тут это оправдалось в том числе необходимостью для того, необходимостью того, чтобы коммуникация в армии происходила успешно. Времена были тревожные, уже как бы ожидали войну. И с точки зрения планирования корпуса тоже произошли изменения. То есть если раньше даже, как я сказал, на самом деле даже интересно, что для русского языка планировалось ввести латинский алфавит, потому что он рассматривался как более такой продвинутый. Теперь произошло обратное, и те алфавиты на основе латинцы, которые были созданы, в частности, для корейского, они были заменены теперь кириллической основой, что привело к тому, что для некоторых языков вообще письменность пропала, потому что не было ресурсов заново это делать. Соответственно, русский язык стал основой для кодификации национальных языков, вплоть до грамматики. Например, даже учебники писались, может быть, вы знаете про Шапира, который принцип того, что учебники просто буквально переводили с русского на национальные языки, и вот об этом Света наверняка говорила. Теперь в Удмуртии, как эти процессы шли, в принципе, было постановление принято к корейнизации, но, как я уже выше сказал, на практике, конечно, удмуртский язык не стал языком работы властных органов. В школе произошло такое, что русский язык вели семилетку, вот я неправильно сказал, все-таки до войны, уже с шестого класса или седьмого обязательно, значит, образование шло во всех школах на русском языке. Вот тут интересный, значит, такой документ я нашел, такой вопрос о терминологии перевода в 1938 году, где Кузибая Герда обменяют в том, что он буржуазный националист, в частности, потому что из-за его таких фраз, как что микробы русского, татарского и других языков не должны портить там тело богатого удмуртского языка. И, соответственно, репрезентовали его как националиста, который, значит, какой-то там идею родства народов, языков продвигал, которая близка к идее фашистской расы. И, как вы знаете, в общем-то, эти обвинения, они были положены, в частности, в основу известного дела с Афин, которая в первую очередь удмуртскую интеллигенцию коснулась, но и Марийскую, Коми и другие. И в Мордовии тоже это затронуло. Цифры. Вот несмотря на то, что уже коренизация, по сути, была закончена, все-таки школы национальные, они продолжали функционировать, и даже как бы расширя, вернее, количество школьников, ну, потому что это медленный процесс, понятно, что есть такая бюрократическая инерция, несмотря на то, что политика сверху, она уже поменялась, а исполнители, они все продолжают ту же самую политику проводить на местах. Ну, давайте я ускорюсь. Вот тоже касается и печати, и газеты, не только книги. Ну, как вы видите, тут, конечно, уже произошло, что на уровне идеологии русский язык, он занял такое специальное место, на нем он нужен, провозглашалось, что он был нужен как общий язык, как в армии, так и в экономике, поэтому была поставлена цель всеобщего знания русского языка. С точки зрения планирования, вот планирование корпуса и в области образования они продолжались, но статусы, вопрос статусов, он, конечно, поменялся, то есть русский вышел на первый план, русский язык, и на уровне практик, конечно, русский язык продвигался, и получилось так, что сам тип языковой политики, он поменялся, то есть это уже, мы видим, как один язык, русский язык, он стал ассоциироваться с общей государственной идентичностью, но и в республиках тоже стали продвигаться вот именно титульные языки, а другие языки стали маргинализовываться. Как вы знаете, ну, есть такое убеждение, что, вернее, такое расхожее знание, что вот обычно бывает так, что в национальных республиках, например, был первый секретарь, который занимался общими вопросами, он был на титульной национальности, а вот второй секретарь, который кадровыми вопросами, который, собственно, и много практических вещей решал, обычно был этническим русским, ну, тут я, на самом деле, этим вопросом занимался, вопросом этнического представительства, это очень интересно, на самом деле, очень разные были паттерны, Допустим, в Чечне в то время даже и оба секретаря были русские, этнические. И в республиках России, внутри России они тоже были часто. Первый секретарь даже был русский, этнический. Второй секретарь, может быть, был там титульной национальности. То есть тут были разные. Интересно было тоже так, что как эти паттерны, как эти кластеры советской элиты формировались. То есть была партийная советская линия, соответственно, была индустриальная линия и была военная линия. И получалось так, что обычно технари, то есть те, которые там директора заводов в индустрии работали, это были этнические русские, а именно националы, они были из гуманитарной интеллигенции. Тех, которых не добили, вот они продвигались. Тут я хотел один просто частный вопрос затронуть, потому что это не совсем очевидно, как политика менялась. Например, кадровая политика, она ведь строго соблюдалась на протяжении всего советского периода, несмотря на то, что часто сравнивают советскую историю с точки зрения национальной политики с таким маятником. Ну, метафора, это необъясняющая метафора, просто как описательная, что был, значит, 23 годы коренизации, то есть такая политика продвижения языков, а потом была, соответственно, политика русификации снова, потом были 90-е годы, сейчас мы снова имеем, то есть такой маятник, да. Но внутри самих периодов тоже очень интересные процессы шли. Вот, например, тут данные по Эстонии, я был на одной презентации, и там показывается, как, например, языковая политика менялась даже внутри кадровой политики. То есть даже мы видим, вроде как бы, что эстонцы, они как бы и в 40-е годы, вот после аннексии, значит, они были на руководящих постах, все-таки в балтийских странах всегда были титульные национальности, первые секретторы обкома. Вот, но что поменялось, что с 50-х годов, с начала 50-х стали этнических эстонцев присылать из России, то есть из Сибири, которая там есть, эстонские деревни, или там из Москвы, которые по-эстонски-то, собственно, не говорили, хотя, ну, вот официально они были эстонцами. Вот, и даже на таком уровне политика менялась. Ну, 40-е годы, как вы знаете, в общем-то, вот те процессы, которые в конце 30-х начались, они просто продолжились. Вот тут можно... Единое событие, которое было, может быть, как репрезентационное тех процессов, которые шли, можно сказать о том, как Сталин поднял ТОС по случаю, там, победы во Второй мировой войне, там, за великий русский народ, то есть тоже такое знаковое событие. Ну, и так я понял, что вы тоже говорили про реформы 58-го года. Я тоже скажу, может быть, не так подробно. Дальше политика продолжала меняться, и в течение 50-х годов, в 61-м году, в частности, была принята третья программа партии, первые две были еще до революции, которая говорила о том, что, да, русский язык стал общим языком общения и сотрудничества всех народов СССР, и были такие даже интересные новые формулы предложены, как возникновение новой исторической общности в советский язык, ой, в советский народ, и в том числе доктрина, вернее, концепция о том, что русский как второй родной язык, то есть добиваться знания русского как второго родного языка, ну, и, соответственно, среди нерусских, соответственно, он принимается на добровольной основе, это происходит, потому что есть общие слова, как вокабуляр, который, по сути, они сами создали в конце 30-х. Вот, и мы видим, что, хотя формально все равно продолжает дегларироваться, что языки, они равноправные, но иерархия языков, она продолжает углубляться. На 22-м съезде тут уже знаменитый, вот, 19-й теннис, о чем Джереми Смит вам говорил, поэтому я давайте это пропущу. Саму суть, вы уже знаете, да, что там было три языка, которые изучали в национальных республиках, это иностранный, родной и русский, а русские школьники изучали только родной и русский, соответственно, вроде как бы властью смотрели в этом несправедливость. Вы уже знаете, что совершенно по-разному эта реформа повлияла на группы, и, конечно, меньшинство внутри России, то есть в автономных республиках, это произвело самый большой эффект, то есть такой, что, например, мы видим, что уже там в 62-м, в 3-м годах только уже 27% школьников среди нерусских национальностей, они уже даже в начальной школе только на русском языке обучались. Ну и там дальше это часть, доля, вернее, тех, кто обучался на русском языке, она, соответственно, возрастала. Вот тут интересные данные, то есть как, собственно, школу на родном языке кончили среди финно-угорских народов, если до реформы все-таки было 7-летнее образование, кроме карельского языка, ну там вы знаете своя история, то есть Карелу-Финскую республику создавали и так далее. Сначала перевели только на начальную школу образования на родном языке, а к 76-го году, например, в Коми и в Удмуртии уже совсем не осталось школ на родном языке. В Марийской республике, в Мордовии, они даже до конца советского периода, в общем-то, в сельской местности эти школы функционировали на родном языке, но не в городах, и в городах даже на татарском не функционировали, на башкирском, которые в другом отношении, они, в принципе, единственные, которые и на протяжении всей школы преподавались на протяжении всех классов до конца советского периода. Ну и тут разные аспекты этой реформы тоже. Влияние было, например, еще в том, что стало невозможно вообще изучать, получать образование вне, допустим, титульных республик. Это ведь в результате процессов индустриализации очень большие перемещения масс населения происходили. То есть, ну, как вы знаете, что и сейчас большинство, допустим, эрзи-мокши, они за пределами республики проживают, или татар, например. В Удмуртии все то же самое. То есть даже эти постановления были приняты раньше, чем вот реформа сама началась, собственно, в 58-м году. То есть уже в 57-м году было постановление, то есть это было распланировано. Вот. И сразу школьников перевели, значит, на русский язык обучения с пятого класса. И, значит, уже подходя к завершению, хочу сказать, что вот уже на 24-м съезде опять появились новые формулы. Русский язык, он уже провозглашался как языком советского народа, общим языком. Формула о том, что русский народ, великий русский народ, он имеет, ну, как бы, примус интерпарес, как это перевести. Вот новая формула появилась, что русский язык – это язык межнационального общения, то есть лингва франка, другими словами. И идея о том, что развивалось национально-русское двуязычие, но не русско-национальное. То есть националы, они должны были знать русский язык, но русские, соответственно, они могли на русском языке обучаться во всем Советском Союзе. Вот. И, соответственно, цифры. Тут мы видим, что, наконец, эти процессы затронули школу, что охват учеников, он, конечно, повлиял и даже в Орско-Тюршские республики. То есть, несмотря на то, что во всех классах продолжали эти языки изучать, ну, в сельских школах, а ведь шел процесс урбанизации, очень много татар или башкир и финногорских народов, они переезжали в города, у вас тоже по демографии была лекция. Вот, как вы видите, например, количество башкир, которые изучали родной язык, вернее, у которых родной язык обучения был, оно снизилось, например, за эти годы с 74 тысяч в 70-м году до там 44-х в 88-м году. И тут цифры для финногорских народов, тоже тенденции видны, а для печати. Вот. И, собственно, на этом давайте я закончу. Да, спасибо большое. Ну, давайте к вопросам, комментариям. В Эстонии никаких нейтив школ в это время не было, имеется в виду время до революции, там, в эпоху Александра III. В последние десятилетия царской власти перевели все школы на русский язык. Известна история вот так называемой Александровской школе, для которой многие люди даровали деньги, надеясь, что в школе будут учить на эстонском языке. Но пока собирали деньги, пришел новый закон, и школьное обучение на нерусских языках запретили. Но я ведь не говорил, что они есть. Да, спасибо, это интересно. Пишут, никогда не понимал, почему коммунисты разделили народы на нации и народности. Я читал аргументы Сталина, спорил с преподавателем на лекции истории КПСС, но до сих пор не вижу никакого основания для такого разделения народов на две касты. Ну, это тоже скорее реплика, да. Ну, вот так было. Можно с этим спорить, да. Можем об этом поговорить. Кажется, здесь же очень важный, наверное, имелся фактор, то, что ставка на пролетариат делалась, да, и были народы определенно с такой... Да, да, ну вот я эту мысль, да, хотел донести. Да, структурированные классовые структуры, где был свой пролетариат и буржуазия, были народы чисто аграрные, без какого-то выделенного, пременного даже верхушки. Поэтому, вот, видимо, из-за этих различий. Еще комментарий от того же спикера. Почему в 20-е годы установили границы национальных автономий РСФСР так, что они совсем не совпадали с языковыми границами? Самый наглядный пример границы Башкирии, но и другие тоже выглядят так, как будто бы их рисовали на бум. Ну, это вопрос, и я, в общем-то, об этом коротко сказал, и хочу вот вам просто привести пример, сейчас я его ищу. Ага, вот здесь интересно. Вот эта карта, если вы видите Удмуртии слева, и еще и карта Комии, республики тоже. И тут вот на тот момент, когда вот эта карта, республика, вернее, водская автономия существовала, вот в этих границах. Удмуртии там были в большинстве, но вот я об этом упомянул, что в середине 30-х уже экономические соображения стали сначала вошли вообще в рассмотрение, а потом и стали преобладать. И вот в итоге в Удмуртии, по-моему, пять районов, да, прирезали. То, что вот, видно мой курсор? Вот это Воткинск, Сарапул, Камбарка, ну, Киасовский район тоже, кстати, Каракулинский, да, пять районов. Тут тоже, ну, Киасовский район, он, по идее, Удмуртский район, то есть такая вот эта группа Алнашско-Киасовская, она вот на этой территории как раз проживала, то есть мы как бы родственники с ними. У меня вот сама, своя деревня из, вернее, с материнской стороны, из Киасовского района, то есть тут как бы прирезали, и в этом смысле, может быть, нам повезло, но после того, как эти районы прирезали, соответственно, доля Удмуртов, она стала меньше, и это произошло там, ну, частями их прирезали, вчера в 37-м году, по-моему, я тут могу, в 39-м году, потом в какой-то район, то есть постепенно это происходило, и то есть не было такого прямо как бы единовременного решения, вот тут Коля, наверное, про Коми лучше даже, сам знаю, ну, вот я смотрю, что у них там, допустим, Ненецкий округ, который потом выделили, он тоже в Коми-Республику входил, но я думаю, что примерно те же процессы, наверное, шли. Я, по-моему, ответил, да, на вопрос? Да, я вижу еще вопрос, просит Артем, даю ему слово. Да, Костя, спасибо, конечно, это тема, значит, это, конечно, тема, про которую можно говорить часами, и тут есть, действительно, о чем говорить, вот, но если выбирать один какой-то главный вопрос, так как я занимался удмуртским языком, в частности, может быть, здесь тебе будет легче ответить, я очень хорошо видел по учебникам удмуртского языка, которые выходили вот в 20-х годах и в начале 30-х, что они были ориентированы именно на изучение удмуртского языка с нуля, то есть, вот эта вот политика коренизации исходила из того, что люди, даже которые не являются удмуртами, они все равно должны язык выучить и применять его в делопроизводстве и так далее, вот, но эта линейка учебников резко обрывается, там, по-моему, 35-й год это последний, и вообще по изучению удмуртского языка ничего не выходит там вплоть до, я не знаю, 90-х годов, да, то есть, идет такой вот провал, ну, в принципе, примерно понятно, чем это было вызвано, да, но все-таки, вот если, если вот смотреть в те годы, то это было остановлено, потому что не было результатов, да, то есть, вот люди так и не смогли запустить удмуртский язык в делопроизводство, или это было остановлено, потому что просто, как бы, общая политика поменялась, как официально это обосновалось? Ну, конкретно, как обосновалось, сейчас я не вспомню, но я думаю, что да, это была политика, то есть, ну, политика, ну, как в Украине, собственно, коренизация, коренизация была свернута, и, соответственно, как бы, ну, если уже от русских учеников не требуется изучение удмуртского языка, то есть, как бы, но я думаю, тут Артем Малых, он сам даже скажет, он ведь и учебники, отцифровывал, Артем, может быть, ты хочешь прокомментировать, я тут не специалист. Ну, я точно не специалист, наверное, не возьмусь какую-то экспертную оценку давать, я думаю, это просто отказ от политики, ну, коренизации и от этих целей, что нужно родной язык использовать, родные языки использовать как средство обучения, или уж тем более, как языки общественного пространства, то есть, стало понятно, что государство единое, должно быть более централизованное, поэтому вся ставка на русский язык, а для местных языков такое, оно вспомогательное значение, я думаю, только в этом дело. Вера, пожалуйста, вы хотели вопрос. Всем привет. Костя, большое спасибо за интересный доклад. Да, у меня пара вопросов, может быть, дополнений по поводу учебников, то, что вы сейчас задали вопрос, Артём Федоренчик. Я хотела бы сказать, у меня бабушка была учителем русского языка и литературы удмуртского происхождения, она сама была, но она преподавала только русский язык в школе и литературу, она запрещала своим детям в семье говорить по-удмуртски, у нас никто в семье не говорит по-удмуртски, и её политика была, она училась, наверное, в 30-х годах как раз, или в 20-х, наверное, в поздних 20-х, в начале 30-х годов она, наверное, училась в педагогическом училище, и им там, очевидно, преподавали, что этот язык, родной язык будет убирать, ему не нужно учить, и язык, который будет жить, это будет язык будущего, это русский язык. То есть, когда мой дедушка просил её разговаривать с детьми на удмуртском языке, она говорила, нет, этот язык умрёт, язык будущего это русский. То есть, в педагогическом училище, очевидно, им такие доктрины преподавались. Потом, по поводу территорий, я хотела бы просто отнести, наверное, к работам Кузьмы Куликова, который довольно-таки подробно описывает процессы национально-государственного строительства фен-угорских народов, и, насколько я поняла из его работ, это были довольно-таки серьёзные политические споры, и борьба, можно даже так сказать, за каждый метр территории с каждой республики. То есть, насколько я поняла, удалось татарам забрать какие-то территории при помощи своего влияния на московские политические структуры. Удмуртам меньше удалось повлиять на эти решения, но я думаю, что это именно на политическом уровне происходило, а не на языковом. Потом мои вопросы следующие. Народы различались в начале советского периода, уже начали производить различения между развитыми и менее развитыми отсталыми народами. Я вот никогда не могла понять, куда относятся фен-угры, потому что фен-угры, они, в принципе, живут на огромной территории, начиная с западных районов и заканчивая восточными районами. И их рассматривали как какую-то одну большую группу? Была произведена такая генерализация этого термина фен-угры или это рассматривался каждый народ по отдельности? Как это интерпретировать? Прогрессивность, так сказать, фен-угорских народов? Это мой первый вопрос. Спасибо, Вера. Я тут скажу на вопрос сперва отвечу, что вот как я упомянул, ведь в середине 30-х, когда создавались автономии, как раз вот и вроде как бы стало считаться, что из отсталых народов, вот в частности, те народы, у которых были автономные республики, а СССР, они стали ну, собственно, погрессивными, то есть, я, может, это не подчеркнул, но стали считаться нациями, титульные нации, вот как есть нации, это были нации, титульные нации союзных республик, то есть эстонская нация, например, да, но вот и также эти эти народы, но для, допустим, народов в Сибири, это, на них это не распространялось, то есть тут как бы, если мы говорим про иерархию, да, то классер такой, что он зависел от того, от формы национальной государственности, которая была у этого народа, ну, конкретного, и там они шли группами, да, а вот, ну, и про то, что ты говорила, про, да, вот у меня тоже бабушка сейчас буквально недавно умерла, почти 89 лет исполнилось, вот она, уже в ней деменция два года пошла, то есть она русский язык забыла, но я помню, что она в детстве, конечно, она хотела говорить по-русски, то есть она там в 34-м году родилась, и вот мы говорим, что ассимиляция, ассимиляция, но ведь тут надо все-таки учитывать то, что коммунизм, ну, особенно для крестьян, да, он как бы, они верили в эту идеологию, то есть русский язык, он действительно для них был языком прогресса, то есть, да, они жили там вот этой традиционной жизнью, в которой люди жили там столетиями, и тут вдруг стала резко жизнь меняться, понятно, что были репрессии, там вот у меня тоже, ну, вот в 30-м году уже в финно-городских, когда раскулачивание шло, вот это как бы затронуло, но, соответственно, появились какие-то, именно в материальных условиях жизни очень большие изменения, то есть, несмотря на то, что война, вот это все, но как бы с точки зрения идеологии, она, в общем-то, как бы работала, то есть, это как бы, действительно, и она считала русский, она хотела говорить по-русски, да, я хотел поделиться линком, но вот я что-то тут нажал, и написано, что я инкогнито, я не знаю, как это поменять теперь обратно, я хотел вот этой ссылкой поделиться еще, да, но тут интересно, вот, например, то, что Артем сказал про то, что вы очень сильно, большие дискуссии велись, вот сейчас эти документы, как я говорил, оцифрованы и выложены, вот они как бы, некоторые из них я тут взял, и вот эти экскурсии прямо видно, у них каждый может пойти почитать, да, вот Вера, я, по-моему, ответил, да? Мне все-таки не совсем понятно, то есть, когда выдавался этот статус автономии, по каким-то признакам, какие-то критерии должна была выполнить эта нация, чтобы им выдали этот знак прогресса? Да, то есть, ведь я об этом тоже упомянул, у Францис Хирш об этом есть, и как бы, вот и работали, как я сказал, языковеды, но особенно этнографы, это было золотое время для них, потому что они как раз вот определяли, то есть, у них были критерии, я, к сожалению, подробно сейчас уже об этом не помню, как это производилось, ну, то есть, вот как кого, кем считать, считать, то есть, там же, кто-то может дополнить? Потому что раньше, в то время еще, в принципе, даже и биотеория довольно-таки часто курсит. Да-да-да, она об этом тоже говорит, да, и там проводится как раз, ведь, ну, не секрет, что в этом смысле советская теория этноса, она тоже, ну, не так далеко, скажем, она не была похожа, но не так далеко была в этом смысле от того, что там в Германии происходило, потому что она, как сейчас заявляется, ну, или как вот критик, критика, там, Валерий Тишков, который начал об этом писать, говорил, называл это примордиализмом или эссенциализмом, то есть, говорилось о том, что, да, совет, ну, вот как вы помните, ведь у советских людей, там, в паспорте прямо была этничная, ну, национальность записана, то есть, что вот она примордиал, то есть, что она должна отражать, дана от рождения, то есть, она не может поменяться, соответственно, что essential, то есть, значит, реальное различие между людей, между людьми, вот, да, да, действительно. Поэтому меня и интересует вопрос, как же рассматривались все финно-угорские народы как одна группа или все-таки их рассматривали те, которые живут за Уралом, они как бы более отсталые или те, которые живут на Урале, они тоже довольно-таки отсталые или все-таки действительно вот такие признаки, как наличие пролетариата, наличие грамотности или все-таки что-то есть эссенциалистское, которое невозможно будет преодолеть и всегда они будут этими отсталыми и в иерархии нации находиться всегда будут где-то внизу. Такого не было, да, я не знаю, я просто спрашиваю, меня это интересует. То есть, по признакам прогресса, как наличие пролетариата и уровень образования народа, да, выдавали такой титул, тогда автономии или как. А я просто вот этот сам процесс в глубину, да, в реальности могу разобраться в нем. Ну, ведь в принципе я сказал, что это меняло, но на самом деле вот то, что повысили статус в 30-х, в середине 30-х, и после этого статус не менялся, то есть, как были автономные советские социалистические республики до конца там 80-х годов, так они и были. И вот как смысл, конечно, того, что произошло уже в 90-м, 91-м году, он был опять же как бы в том, чтобы статус этих республик повысить. То есть, теперь, ну, как бы, ну, уже как бы фрейм был другой, то есть, это уже не так было актуально вопрос там пролетариата, да, то есть, уже считалось, что это, но, как бы, автономия, ведь она чем от союзных республик отличалась, то, в принципе, у автономии там она, они сильно не отличались от обычных областей, единственное, что там были, как бы, какие-то, допустим, вопросы образования и культуры, именно национальные, они как бы развивали, вот в этом были, как бы, полномочия дополнительные по отношению к областям, но вообще это была эрфизивная система, и в этой системе, как бы, автономия, они были подчинены, вот, а по поводу группирования народов, ну, это же происходило, то есть, возникли такие науки, там, тюркология, феногроведение, вот, я тут, к сожалению, еще не успел прочитать, но у Загребина Алексея Егоровича, вернее, у них сейчас вышла монография про историю этнографии советской, да, буквально вот несколько месяцев назад, и там есть, в частности, глава по, Алексей писал про историю феногроведения, которая вот в 30-м, ну, ГЕРД, вот, в 30-х годах возникла, то есть, как, допустим, научный дискурс, это да, это существовало, но как политический дискурс, конечно, республики, они в этом смысле не классифицировались там, что вот они, финногорские республики, такого термина в публичном дискурсе не было, то есть, это писательный. Понятно. Меня очень заинтересовала тоже статистика, которую ты привел на слайде о коренизации. Уровень репрезентации титулярных наций довольно-таки различался в разных республиках, и при этом был очень высоким в коме, 64,4%. Это чем-то отличается, эта республика, чем-то объясняется такой высокий процент представителей титульной национальности в коме. Удмурты, ну так, в среднем, средний показатель 34,2%, то есть, одна треть представителей удмуртов, и в Карелии очень низкий, 16,7%, то есть, в принципе, близость к финнам, да, могли бы и получше результаты, получше результатов добиться. То есть, я не знаю, чем-то эти цифры объясняются. Ну вот, у меня готового нет ответа, можно, наверное, теории строить. Я думаю, в Карелии это как раз не в Финляндии, а в том, что много финнов переехали, именно красных финнов переехали в Карелию, и, наверное, там большая доля финнов именно была вот среди, в аппарате, то есть, и в партии, которые тут, ну, они в этих данных не показаны, потому что финны, они там не были и титульным народом, потом они стали в сороковом году, но как бы до пятьдесят шестого года, вот, а про другие, ну, Мордовия всегда для меня загадочный кейс такой, то есть, там они как-то, не знаю, Наталья, может быть, что-то скажет по этому поводу, как это они по-своему считают, сто девять процентов там голосов там на выборах, или сто сорок шесть, я не помню, вот, тут я, нет, ну, Коми, не знаю, Коми ведь они, интересно, то есть, я думаю, что если искать этот ответ, то можно, наверное, его искать, допустим, в Советском Союзе была такая статистика тоже по уровню образования среди разных народов, то есть, интересно, что, допустим, в Бурятии уровень образования среди Бурят, он даже был выше, чем средний уровень образования среди русских по Советскому Союзу, то есть, я вот цифры не помню, допустим, И именно буряток, то есть там гендерный аспект именно среди женщин, вот. И, по-моему, 22 на 22 процента, что ли, средний показатель, не помню, не буду врать, вот это бы интересно, и вот, да, то есть насколько тут в Коми, например, я не знаю, Коля, может, хочет об этом что-то сказать, какой-то, может, у Коли есть теория Кузнецова? У меня есть, конечно, своя какая-то теория, но она, к сожалению, ничем не подтверждается, но я видел в чате Артем, может быть, у него, Федоринчик, у него есть какое-то мнение по этому поводу. Если, по-моему, что пойдет с его, то я скажу, если нет, то все равно могу сказать, что я думаю об этом. Ну, я просто знаю, что вот Чуваши, например, там тоже получился очень высокий процент титульного населения в республике, потому что все территории, так сказать, ядерные, где действительно Чуваши составляли большинство, они в республику вошли. А все территории, где они, так сказать, были представлены в меньшем, так сказать, процентном соотношении, да, типа там Ульяновской области и так далее, они изначально предполагались включиться вот в эту большую Чувашию, но в итоге осталась только вот эта самая ядерная часть. С Коми ровно та же самая история. То есть были проекты Коми-республики ранее, когда там был вплоть выход к океану, куда там немцы включались и так далее, и так далее. Но потом эти все, ну, так сказать, спорные, в кавычках, территории отсекли, оставили только те, где действительно Коми вот составляли несомненное большинство. Поэтому и получился большой процент. Спасибо. Если можно, я от себя тоже немного добавлю. Я в общем и целом с Артемом согласен в плане того, что вот была такая, скажем так, большая Коми с выходом к морю, а потом эту карту интересным образом отрезали. И даже если посмотреть на нынешнюю карту республики Коми, то вполне таки видно, что буквально наложили линейку на карту и карандашом провели, и получилась, так сказать, половинчатая Коми территория. Что касается вот этого большого процента, относительно большого процента, Артем сказал, что вот как раз таки ссылаясь на 20-е еще годы, когда вот как раз таки были какие-то претензии в тогдашнем Коми руководстве, вплоть до того, что была претензия на определенного рода самостоятельность, в том числе вплоть до того, что делегации ездили в Москву с ходатайством, создание собственной армии и так далее, и так далее. И может быть это как-то повлияло на как раз таки политическую активность и соответственно каких-то таких созданий, образований кадров что ли политических, и может быть вот эта активность как-то выразилась, и в том числе в большом проценте Коми присутствия в этой бюрократии и так далее. Я не знаю, как сравнить, можно ли как-то, вернее, наверное, можно сравнить, просто я не имею данных по другим территориям, той же Марийской, Удмуртской и другим финно-угорским территориям. Не знаю, насколько это выдержит критику, но вот тем не менее. То есть ты демографии, по сути, как бы объясняешь? Да, говорят, что демографии, потому что до того, как изменился сильно соотношение сил в Коми-республике, там Коми действительно были таким доминирующим, с большим отрывом группой. Ну, север далеко еще, да? Еще не дошли. Был комментарий или реплика у Марии Вячиной, пожалуйста, Маш. Маш, можно я еще добавлю, что интересно, что в Удмурте ведь тоже были такие обсуждения, я смотрю сейчас документы, что там про создание национального подразделения, тоже шли такие. По-моему, в Удмурте не создали в итоге. Но тут тоже вот эти дебаты, про которые Вера говорит, они тоже шли, да, даже в таком аспекте. Да, Маша? У меня был комментарий, к обсуждению, минут 10 тому назад по поводу разделения населения на разные группы, да, то есть кому, когда, какой статус, какой группе дается, и как этот статус эволюционирует. Вот если смотреть на обсуждение не на уровне образования территориальных автономий, а на уровне работы с бытом в 20-е годы, то, например, там очень интересно про то, к кому, вот я расспрашивала, к кому вообще относились феногры. Вот, я работаю про, но меня очень интересует приложение феминистских политик к коренному населению Волго-Уралья. И вот там как раз видно, что когда была создана комиссия по улучшению жизни и труда женщин в 1926 году, и обсуждалось, на кого будет эта комиссия работать, да, как бы с какими группами населения, на какие этнические группы она будет ориентироваться. Феногры там изначально не фимулировали. Во всяком случае, если мы говорим про феногров поволжских и пермских, потому что по поводу, например, Манси и Ханты, это было комитет народов севера, да, который в это время иначе назывался. В целом, это была работа скорее в рамках такой территориальной общности, да, а вот тут была работа с женщинами-восточницами, и если советские активистки там в Москве говорили, слушайте, но эти феногры, они какие-то очень ретифицированные, наверное, мы их не будем включать в эту работу, но тут как бы реагировали сами феногрские активистки с мест, и их реплики, они ходят примерно к следующему, что смотрите, среди, нет, мы должны быть как бы в рамках, работа этой комиссии, потому что среди наших, среди населения по-прежнему есть, и там дальше идет целый список, такой перечень бытовых вопросов, да, как бы, на которые была нацельная работа этой комиссии, это многоженство, многоженство не подходило, но, например, к фенограмм подходило умыкание или насильственная выдача замуж, кроме того, как бы советы в это время активно боролись с Колымом, и как раз как бы марийские, удмуртские активистки, они тоже включаются, говорят, подождите, подождите, у нас вообще-то тоже берется Колым, и он начнет работать вот следующим образом, но и сюда же относятся, конечно же, уровень образования и распространенность грамотности, и еще очень важный вопрос, опять же, про усовершенствование быта, я все время так говорила в кавычках, это про заболеваемость и про доступность медицинской помощи, которая, конечно же, была, ну, просто нулевая в этот момент, вот. Ну, спасибо, Маша, я думал, ты еще антропологические вещи скажешь, но тут интересно, я вспомнил просто про, там, лекцию Драбежевского, он такое цитирует, что, допустим, немцы, там, вот, они же, как бы, язык науки был немецкий, этнография была, как бы немецкая наука, по сути, вот, они, допустим, эстонцев даже, они считали азиатами, хотя, ну, как бы процент блондинов среди эстонцев, там, самый высокий в мире, вот. Ну, а потом они, это же поменялось, потом уже, когда, во время войны, то, соответственно, у них тоже была своя иерархия, там, финно-угорские народы, они как бы выше были, чем даже балтийские народы, я так понимаю, ну, это, может быть, такая тема, ну, такая ремарка. Ну, я просто очень коротко скажу, что, если говорить про евгенические теории 1920-х годов, да, которые в Советском Союзе активно развивались, вот это первое десятилетие советской власти, то, все-таки, там, на самом деле, финно-угры никогда не рассматриваются как что-то единое, там всегда есть распределение по территориям, то есть, словно говоря, западные финно-угры, они, как бы, более, на более высокой скоплении, и, например, как раз вот тех же самых Карел не включали в работу вот этих комиссий по улучшению жизни женщин, да, то есть, они-то не входили, но вот там, Морийцы, Удмурты, Мордовские группы, они все входили, вот, ровно потому, что в 1926 году активисты смогли доказать, что, значит, все еще нужно бороться за улучшение жизни женщин. Надо было от Маши тоже лекцию заказать, кстати. Да, я думаю, уже сейчас думаю, что вот этот угол зрения нами совершенно пока гендер как бы не освоен, да, и я думаю, что во вторую часть, во втором сезоне нам нужно подумать вот об этой проблематике, в том числе как-то более внимательно, потому что очень интересная вещь, правда. Спасибо за комментарий, очень интересно. Можно я задам вопрос? Значит, я вот что хотел бы узнать. Как было с репрезентацией языков, может быть, такой символической, в общественной сфере в советское время? Ну, я бы сказал уже, я понимаю, что 20-30-е годы – это достаточно много всяких материалов и вывески, и лозунги. А как вот было послевоенное время, вот такое как бы там после, во времена Хрущева, Брежнева и позднее? Потому что мое такое первое впечатление, я ожидал того, что использование языков, ну, вот финно-угорский будем говорить, да, в автономиях будет сединок минимуму, но, посмотрев архивные фотографии, я удивился тому, как много там на самом деле во всяких советских церемониалах используется тот же удмуртский язык на первомайской демонстрации, на демонстрации на 7 ноября. То есть выглядит так, что это гораздо круче, чем даже сейчас ожидаешь увидеть на 4 ноября в Ижевске, да? Да, ну, я, ну, вообще языковые ландшафты в это время не изучались, я вот поэтому не жил в это время. Единственное, что я с детства помню, вот тот, если Вера, может, ты помнишь, там вот 65-й дом, там был магазин хлебный около второго корпуса университета, там он до сих пор есть, вот там было слово «нянь». Потом оно исчезло как раз уже в начале 90-х, вот, и, то есть, ландшафт был, видимо, и, как бы, я думаю, что это был, как бы, стандарт, то есть, это часть, как это назвать, это, мне кажется, часть та, как, часть, но это не часть фольклоризации, да, но вот это часть символизма, то есть, несмотря, ну, это же, как бы, вообще принцип и советской, и постсоветской национальной политики, то есть, как бы, стараются балансировать, например, то есть, те процессы, вот я как раз про изменения после поправок Конституции писал, и вот я говорю про изменения на дискурсивном уровне и про институциональные изменения, то есть, и на дискурсивном уровне, ведь они даже против поправок оставили вот эти разные дискурсы, то есть, в Конституции там и дискурс многонациональности, он при преамбуле до сих пор сохраняется, хотя, вроде, мы про российскую нацию говорим, да, вот, то есть, этот вопрос символизма, то есть, национальная политика языковая, они во многом символические политики, то есть, и, то этот ряд можно продолжать, но это, как бы, фольклоризация, этот результат, да, хотя на Чукотку съездив, я понимаю, что фольклоризация, вот эти танцы национальные или костюмы, на самом деле, это неплохо, то есть, я там это все по-другому, как бы, увидел у них, но сейчас, может быть, не буду об этом это, там, немножко подольше история рассказывать, вот, а в образовании институциональные звуки происходят, вот как они в советское время происходили, так и до сих пор, это, как бы, вытеснение языков из сферы образования, оно, как бы, сейчас тоже идет, вот, наверное, я бы такую рамку для этого ответа сказал. Окей, спасибо. Артем, пожалуйста. Да, ну, я, как бы, обозначил в чате, но, видимо, оно потерялось, а меня, на самом деле, очень интересует следующий вопрос, ну, ты говорил, конечно, что про перестройку можно говорить долго, да, и, честно говоря, на самом деле, это очень важный момент, если вот кратко попробовать сформулировать это, правильно ли я понимаю, что основные изменения в языковой политике на местах начали происходить уже после 91-го года, а в перестройку, как бы, особо, вот, ничего с точки зрения языковой политики не менялось, а только назревало, или это не так? Нет, это не так. В принципе, у меня, как бы, по поводу перестройки там целая лекция, да, вот она по времени идет, но я тут, может быть, для даже единственного примера скажу так, что ведь, допустим, в 89-м году уже, с 88-го года начались, ну, был пленум ЦК первый, да, и потом, значит, они происходили, как обычно, то есть сперва в Москве происходят мероприятия, потом они в республике, ну, на местах происходят, то есть и в Карелии была вот эта конференция, на которой они как раз подняли вопрос про восстановление письменной формы, вот, и на самом деле, вот я тоже в конце, может быть, быстро-быстро об этом сказал, и ты не услышал, но что уже даже в конце 80-х годов процессы поменялись, то есть уже в 88-м году, в частности, был там пленум по поводу, в феврале по поводу, да, в 88-м году, по поводу национальных школ, и сразу тоже на это обратили внимание, Мариэл, например, Морийской республики в то время еще, то есть начало количество школ на родном языке стремительно увеличиваться в это время. Самое главное, в 89-м году была принята на пленуме ЦК КПСС платформа по национальному вопросу, вот, и там уже, как бы, они говорили о том, что они, вот эти проблемы, которые к концу Советского Союза накопились, видно, да, они обвиняли в этом, ну, как бы, никого другого, как Сталина, что вот он все испортил, что нам надо вернуться к ленинским принципам национальной политики вот как раз к 20-м, к 30-м годам, тогда это все уже в полном ходе шло. Можно я все-таки верну чуть-чуть? Мне кажется, не было полного ответа на вопрос Артема. Он говорит, правильно ли он понимает, что основные изменения начались после какого года, 90-го? 91-го. 91-го. И твой ответ, что необязательно, да? Нет, я говорю, что они начались раньше, то есть уже, по крайней мере, в 88-м году. Вот, но у меня просто по этому поводу вот целая лекция, и я постарался это так коротко ответить. В 90-м году ведь уже приняли закон о языках Советского Союза, СССР, то есть в апреле, когда уже было понятно, что ведь уже был первый эстонский, вернее, первый был эстонский закон, вообще конца 80-го, вернее, в январе 89-го года он был принят, а до этого был и референдум по поводу языкового вопроса в Эстонии, вот и там поправки Конституции были, декларация была, то есть это как бы шло уже полным ходом на тот момент. Ну, понятно, что еще в 87-м году этого не было, вот когда там пошел этот снежный ком в какой-то момент, стала, ну, гласность, ну, многие из вас уже, как я, в этот период уже немножко помним, вот тогда, да, все стало происходить. Вот Олави спрашивает про Эльфиану, вот этот слайд как раз про развитие ситуации, в Эстонии, вот 30-го октября был референдум в Эстонии, и уже после этого, значит, в октябре опубликовали текст поправок Конституции, ну и так далее. Это очень интересный период, тоже, конечно, жалко, что вот это самое. Ну, в следующий раз, да, действительно, наше задание. Ну, могу, кстати, да, в следующий раз рассказать. В принципе, такой, как бы, диалог начать, такую тему поднять, да, начинать разбираться, какие-то там формулировать вопросы. Я вот сейчас вижу потребность в том, чтобы мы какой-то микрополитикой начали в этой сфере заниматься, да. То есть, понятно, сейчас нам благодаря вот твоей лекции стали понятны какие-то основные вехи, да. Но дальше интересно уже смотреть, как вот те же самые решения пленумов и там постановления реализовывались на местном уровне, да. Кто принимал решения, например, на уровне Удмуртской ССР, они издавали указ, или там это какие-то, какие вещи решала республика, какие вещи решал там районный комитет образования, какие вещи решали сами учреждения, да. Как произошло, как проводилось непосредственно вот этот переход с Удмуртского языка обучения на русский язык обучения, да. Были ли какие-то свидетельства о том, что было какое-то сопротивление этому или попытки обойти это, саботировать, да. Как это вообще воспринималось? Да, да, это очень актуальная тема, тема именно для 90-х годов, потому что 20-е годы, то, что мы как бы могли, ну, историки уже этим занимались. Вот я сам начинал этот проект, о котором ты говоришь. К сожалению, я пока, у меня он на паузе стоит, но вот если ты спрашиваешь, кто эти люди, вот, то есть был такой Грищенко, допустим, уже ставленник Горбачевский, когда он стал первым секретарем, Пономарев, представитель старой номенклатуры национальной, Куликов, как вы знаете, Кузьма Иванович, который вот недавно умер, и уже новое поколение комсобольцев, с которым тоже мне пришлось поработать, даже я у Светланы Константиновны работал в свое время, вот, ну и другие люди. То есть, да, это интересная, интересная тема. Тина, пожалуйста, мы вас ждем с вашей репликой. Я прослушала, мне очень приятно было узнать много интересного, но на самом деле вот если касаться коренных народов, и вот вы упоминаете финно-угорское движение, но я хочу коснуться, вот, например, конкретно народа Саами, который проживает на Мурманской области, и начиная вот с 30-х годов у нас, ну, это, наверное, как и везде было, движение по созданию языка алфавитов и так далее, то есть у нас работали целые группы, и действительно интеллигенция была обучена, и была введена в состав даже как администрации, которые работали, и были грамотными, и образовывали наше население. Но вот я сама училась в интернате, да, и я попала как раз в 70-е годы, где как раз еще вот 69-е, 68-е, 65-е годы, когда был запрет на язык, вообще мы не говорили, нам нельзя было говорить на языке, даже наказывали нас за это, но в 68-м году у нас вообще даже в школе, в Лавозере создали вспомогательную школу, куда отправили практически всех самских детей туда, потому что должна была быть наполняемость и так далее, да, то есть, ну, это говорило о том, что либо дети необучаемы, либо плохо усваивали материал якобы, вот, но тем не менее это было, и она существовала до 75-го года, в итоге, когда приехала комиссия, по проверке оказалось, что, в принципе, там дети, ну, неплохие, обучаемые, и часть детей вернули назад в школу, и в школу закрыли, вот, вот эту, вот эту, ну, распомогательную, и в 77-м году, только в 77-м году началась работа по созданию вот лабораторий языковой, поиска языковых новшеств, которые ввели в интернате у нас, например, сначала был факультатив, нас снова заставляли учиться, в общем-то, и, как правило, дети не хотели учить только потому, что это был шестой урок, и были дети, в общем-то, не готовы к голодными сидеть на шестой-седьмой урок оставаться, поэтому у нас был такой протест, и я сама участвовала в этом, потому что я как раз попала, это был седьмой класс, вот, в итоге, в дальнейшем, вот, сейчас я уже смотрю, у нас получается, что, если ввели преподавание в начальных классах, и была группа в детском садике, то теперь у нас закрыта группа, есть только факультативное занятие 20 минут 3 раза в неделю, и один урок в первом классе, это в средней школе, все, хотя нам обещают уже 4 года, что у нас введут преподавание самского языка, но до сих пор это не происходит, и буквально недавно я была на постоянном форуме ООН, наверное, вы в курсе, если я не в курсе, то могу сообщить, что меня избрали членом постоянного форума ООН от Центральной Европы, и я представляю коренные народы России, и там как раз Фаден сообщал, что у нас очень хорошая позиция по языковой практике, и у нас учат, то есть преподается в школах, вот, и когда я задала вопрос, ну, как же быть, вот у нас, например, у нас до сих пор нет этого преподавания, то они говорят, ну, мы же не можем учесть все народы, представляете, у нас 300 народов, и каждому дать свой язык, то есть представляете, какая-то работа, я говорю, в общем-то, в принципе, вы на места, если пустите, как говорится, не директивы, а, как говорится, отпустите вот божжи, которые вы держите, то, может быть, будет намного все легче, но сейчас, что бы мы ни делали, мы все время оглядываемся наверх, что нам оттуда скажут, и до сих пор мы не можем сдвинуть с той смертвой точки ни преподавания, ни создание лаборатории, наконец-то у нас в Мурманской области создали Центр поддержки самского языка, но это была работа, которую мы долбили, наверное, я не знаю, сколько времени, и в итоге сейчас сделать сделали, потому что создали бакалавриат, и у нас обучается несколько человек, чтобы получить специальность преподавателя самского языка, надеясь, что оно двинется, но опять же здесь идет такая, знаете, как говорится, двойная вилочка, у нас постоянно сталкивают нас с тем, что у нас мы не можем договориться с алфавитами, ну, вы все знаете эту историю, наверное, да, что какую букву использовать и так далее, и мне кажется, что здесь идет намеренная работа, вот в этом плане как бы даже надуманная, может быть, ну, я ее называю открытой, это, можно сказать, вредительская работа, потому что, в принципе, тут как по преподаванию, это одна ситуация по алфавиту, но у нас нет базы для разговора, то есть разговорная речь, она нигде не звучит, то есть дети в садике не слышат, на улицах не слышат, дома не слышат, потому что откуда мы начинаем учить язык с разговора, то есть алфавит, он приходит потом, попозже, ну, это, наверное, понятно уже всем, но нас все время ставят, вот понимаете, у нас нет толповита, значит, мы не можем ничего делать, и вот, извините, что я все вам высказываю, но на самом деле это уже, наверное, наболело, и пытаемся достучаться до всех верхов, но пока нас нигде не слышат и даже не воспринимают никак, в этом плане у нас очень большая проблема, но и меня, вот знаете, что его заинтересовало, как говорят, кто такой был умный человек, который, вот как вы говорите, что у Ленина было такое направление по поводу того, чтобы языки развивались на местах, и они были, звучали, мне кажется, что вот если бы вернуть или, я не знаю, красной нитью прописывать вот эти директивы, которые были действительно хороши для мест, и прямо долбить, ну, извините за такое сравнение, но на местах и говорить об этом, что это нужно, может быть, оно как-то начнет работать, потому что пока у нас, мы как-то с каждым, собственно, сакуваримся. Простите, что вот так вот много-много наговорила. Спасибо, очень приятно. Давно у вас не было, и жалко, если вот такие процессы действительно происходят. Тут я, может быть, скажу коротко две вещи. Одна, что все-таки, да, эти проблемы есть, но какая-то работа ведется, вот в том числе в нашем институте, почему я до сих пор работаю в институте языкознания. Мы, например, разрабатываем программу по сохранению и развитию языков России. Вот непонятно, что это будет, но вот такой процесс, в частности, идет. Вот это с одной стороны. С другой стороны, конечно, я, может быть, не вашу копилку тут скажу, но вот политика ФАДН, например, она интересна еще тем, что, допустим, пока Россия еще была частью Совета Европы, да, вот этой системы, и в отчетах Рамочной конвенции о правах национальных меньшинств, в этих отчетах именно доля текста, которая была посвящена коренным народам, она была как бы очень большая по сравнению с тем, что вообще-то народов России очень много. То есть, на самом деле, тут все-таки позитивный момент есть, что коренные народы, вот есть постоянный форум, да, то есть в международном плане они как бы пользуются большим вниманием, чем, как так выходит, чем другие народы. Ну и тут в этом смысле тоже положение СААМИ, оно может быть даже все-таки лучше, чем коренных малочисленных народов где-то в Сибири, да, потому что тут граница рядом, есть у вас все-таки нетворк вот этот с другими СААМИ, то есть как бы, ну, есть и другие ресурсы. Ну да, ну спасибо, и это интересно, да, что вы уже в постоянном форуме, то есть как я знаю, что там Алексей Цыкарев, по-моему, закончил в декабре, у него закончился период, что теперь изменения такие произошли. Ну на самом деле, перебью вас, на самом деле это великое заблуждение, когда нам говорят, что у СААМов лучше позиция, потому что у нас там соседи и так далее. Наоборот, это нам усложняет работу на сегодняшний, только потому что нам все время кивают, что у вас там соседи, если что, они там вам помогут. А они нам тоже могут не помочь, потому что разная политика о сегодняшней ситуации, это еще сложнее для нас. Вот, и мы получаемся, знаете, как пасынки, как говорится, у матери там или у отца, потому что вроде нам хлеба дают, но в то же время нам вечно не достается, потому что мы находимся в таком состоянии, когда мы говорим о том, что мы хотим так же, как все, а нам говорят, а что вы у нас-то просите, вот идите туда, просите там, потому что у вас там соседи рядом, или ваши братья, сестры там рядом. Вот это очень опасная политика на самом деле, потому что мы граждане России, мы хотим, чтобы голос был слышен наш. Вот я про это говорю. И я очень рада, что если что-то хорошее, положительное делается на местах, это надо обязательно проецировать и трубить, и рассказывать об этой положительной практике. А у нас пока идет, в общем-то, пока вот идет, что у нас все время как-то вот так вот, знаете, между собой, даже между собой нас вот так вот сталкивают, чего бы не хотелось совершенно. Инна, спасибо большое. Тут еще важно то, что вы такой практический деятель, да, и актор, и участник международных таких представительных организаций, поэтому очень важно ваше участие, ваше мнение. Спасибо большое. Еще хотел вопрос задать тоже для понимания Константину. По советской языковой политике мы этого сегодня касались, и прежде тоже этого касались, что действительно, особенно в 20-30-е годы была такая прогрессивистская, что ли, политика Советского Союза, когда еще опирались на местные языки, и для языков бесписьменных создавали там письменность, некоторым языкам сменили несколько письменностей в поисках более там удобной или политически корректной письменности и так далее. Но, тем не менее, какие-то языки все равно по прошествии этого советской эпохи, длительной в 70 с половиной лет, остались бесписьменными. Как так получилось? Есть ли у тебя ответ на этот вопрос? Я знаю, что, например, часть памирских языков, она бесписьменная, и сейчас там ведутся работы, какие-то попытки создать им письменность. Тот же самский язык в России, да, вот там вопрос его алфавита не утвержден. С чем это связано? Я не знаю. Я думаю, что часть ответа в том, что это проблема и диалект, что считать языком. Про карельский, например, понятно, да, что это как бы так получилось, что он оказался без алфавитов. Я не знаю, может быть, Артем Федоренчик знает, как лингвист. Я тут не... К сожалению, я этой темой не занимался. То есть я знаю, что действительно такая ситуация была, но почему не могу? Я вообще задумался, то есть действительно ли это так? Ну, про памир, как бы, вот один вопрос, что это теперь не Россия, да, но если в России сейчас бесписьменные языки, действительно, по-моему, как бы вроде как нет. Не-не, есть даже языки, которые утратили письменность. То есть у них была письменность, но она была утрачена по каким-то причинам. Там, насколько я понимаю, даже какой-то из языков Дальнего Востока вот в такой ситуации находится. Плюс есть языки в Дагестане бесписьменные. Вот, кстати, языки Дагестана бесписьменный ряд языков. Например, это языки, которые раньше там Коварскому причисляли, как такие, как бы сказать, сестры. Ну да, вот это проблема язык-диалект. Может быть, это с этим связано, что один язык выбирался в качестве, как бы, основы такой, да, для письменного языка. И на него ставка делалась, а остальным языкам даже не предусматривалась роль, ну, как бы, письменных языков, да? Да, да, ведь вот я об этом упомянул, что с середины 30-х политика поменялась в том числе в том смысле, что поощрялась ассимиляция не только переход на русский язык, но и на переход на большие языки, на языки, титульные языки республик. Вот, и поэтому, как бы, в этом смысле диалекты, они как бы не... Ну, как диалекты, то есть, может, они языки или диалекты, это, собственно, вопрос частично лингвистический только, это вопрос политический, да, то есть, и есть ли там, допустим, активная группа людей, которые, вот как усами, да, которые, как бы, хотят, чтобы, там, или бессермянские, чтобы это отдельно был язык. Вот, я думаю, что, может быть, в этом тоже часть ответа на этот вопрос. Вы знаете, у нас в 20-е годы, вот, когда началась работа, у нас же была на латинице основа, и у нас выпускались учебники, были буквари, и даже математика, арифметика была на латинице. Вот, а затем наступили наши знаменитые года, когда вся интеллигенция была просто расстреляна, и вот этот завис период 40 лет, когда с 30-х, 37-го, 37-й год, когда зависла до 70-го года, когда потом началась опять политика возврата к языкам, и, значит, стал вопрос, что у нас будет на кириллице, вот, и когда лингвистическая лаборатория работала и определяла, какие у нас звуки есть, у нас 43 графемы, и получается, что у нас есть такие знаки, как придыхание и преспирация, и которая должна как-то обозначаться. Сначала ее обозначили точками, то есть это получалось либо хвостик, либо точка, запятая, две точки, запятая, и получается, что у нас потом все-таки решили оставить аш и йод, и то есть вопрос всегда вот курировал между этим. То есть у нас образовалось две группы, которые одна говорит, что мы можем писать 3х, не аш и йод, а 3х в слове, то есть вот это и будет обозначать, что вот это преддыхание. Хотя когда при написании, при преподавании детям, дети путали вот именно вот звучание, звучание, то есть как это звучит, и в итоге все-таки я думаю, что вот тут вопрос как раз к институтам языкознаний или к тем разработчикам, которые работают над алфавитами или над введением каких-то знаков, да, юникодов тоже для компьютеров, например, да, то есть чтобы все-таки может быть какая-то одна единая схема должна быть, чтобы определять, потому что вот если мы читаем северосамский язык, да, то есть в латинице, нам понятен, и когда мы пишем в латинице свои слова, им тоже понятен этот язык, то есть это те слова, которые мы пишем, вот. И все-таки вот я бы обратила внимание, у нас сейчас появилось новое дарование, это Роман Яковлев, который разрабатывает сейчас полностью матрицу, разработал, как говорится, всего алфавита, и, в общем, сделал таблицы по глаголам, прилагателям, существительным, и очень так удивительно легко читается это все, я думаю, может быть, стоит познакомиться вам, или, может быть, вы слышали уже об этом, вот. Но он начал эту работу, и буквально за год он сделал очень, ну, такой большой рывок, но, тем не менее, наш институт, который Арктический госуниверситет, он как раз работает на методике Александра Андреевна Антонова, то есть то, что ведет Шеллер, Элизабет Шеллер. И опять у нас начинается, что у нас как бы получается опять два течения, то есть вот как вот здесь разобраться, чтобы все-таки как-то определиться, что нам делить-то уже нечего, у нас уже языки уходят, у носителей у нас нету, а мы все еще определяем, какая буква должна звучать, или какая там, какой знак там должен стоять. Вот это самая большая проблема, мы не можем говорить. Да, и в регионах действительно такая работа ведется во многих, в финно-угорских даже более-менее централизованная, то есть то, что Андрей Чемышев делает, и очень рад услышать, что у вас тоже эта работа ведется. Да, это сложная работа по планированию корпуса. Я могу только добавить, что мне кажется, что если разногласия касательно алфавита касаются только нескольких букв, то это, в общем, не самая главная проблема, потому что, ну, есть, например, американский вариант английского языка, есть британский вариант английского языка, они в каких-то аспектах отличаются, но Британия пишет на своем, США пишут на своем, и самое главное, что они языки используют. Вот мне кажется, что не так принципиально там за какую-то букву драться, пускай будет на каком-то одном алфавите написана одна книжка, на другом другая, но самое главное, действительно, как вы говорите, чтобы язык использовался. То есть, может быть, думать больше в сторону языковых гнезд, или детских садов, или какого-то, я не знаю, СМИ на языке, потому что если этого нет, то неважно, какой алфавит. Вот я видел, был вопрос такой, немножко общего характера, он касался того, на каких графиках, кроме латинской и кириллической, существовала письменность у финно-угорских народов, венгерские руны, пермский алфавит, анбур. Костя, ты можешь прокомментировать, на каких письменностях существовали алфавиты финно-угорских народов, там, может быть, в советское время? Нет, я не знаю. Ну, тогда я скажу, что вот помимо, то есть, в советское время, да, были и на латинице варианты, и на кириллице, и были еще экспериментальные варианты. Посмотрите, молодцовский алфавит для коми-языка. Это такой странный гибрид, я даже не знаю, как правильно. То есть, это как бы база кириллическая, но очень специфически были добавлены буквы, которые и такой больше фонетический принцип письма. Ну, и, пожалуй, наверное, можно о какой-то протописьменности говорить в случае там ряда языков, но насколько это стало письменно, насколько этап от протописьменности к письменности удалось перейти, там, тем же Удмуртам, Марийцам, Коми, когда это существовали некоторые пасы, пусы, там гид, знаки, обозначения собственности для счета, это вопрос спорный. Еще есть ряд таких отдельных случаев, какое-то макшанское логографическое, пиктографическое письмо, на нем почти ничего неизвестно, неизвестно, кроме одной словарной статьи можно поискать макшанское логографическое письмо. Это там один крестьянин-макшанин другому написал в середине или в конце 19 века письмо, ну, вот как бы в картинках, да, логограммы написал. И, по-моему, еще был такой у Нганасана какое-то письмо тоже пиктографическое, но я сейчас не помню подробностей. Да, Коля. Спасибо, Артем. На самом деле я только хотел как раз таки сказать об этом молодцовском алфавите, добавить от себя, то это письмо, назовем алфавитом, как мне кажется, достаточно-таки удачный вариант, поскольку он и в графике своей очень компактный, во-первых, во-вторых, он очень хорошо передает, лучше передает какие-то фонетические моменты языка, и потом в плане дизайна он очень интересный, не без этого. И на самом деле все 20-е годы он был в обиходе, потом около 5-6 лет латиница была, потом опять вернулись на эту молодцовицу, то есть где-то 1936-1937 год. И большое количество книг издавалось на этом языке. И последняя реплика от меня может быть еще мой собственный опыт с этой графикой, с этим алфавитом. Мне пришлось не столько изучать, сколько заниматься, и мы даже издали тексты, собранные академиком Павлером Аристой от коми-язычных военнопленных в 1942-1943 годах. И один из его информантов по просьбе, вероятно, Ариста записал какие-то этнографические данные, кроме того фольклорные, солдатские анекдоты и так далее. И он использовал для письма как раз-таки молодцовицу. Это был 1942 год, то есть молодцовица была уже давно, ну не столько давно, но в предыдущем десятилетии забыта, скажем так. Но поскольку этот молодой человек, вероятно всего, учился в школе как раз-таки в 20-е годы, поэтому он даже еще в 1940-е годы использовал как раз-таки для письма этот интересный алфавит. Вот, спасибо. Да, спасибо за комментарий. Тема огромная, необъятная, и у нее много аспектов и граней. И хорошо бы, конечно, к этой теме возвращаться на каких-то конкретных примерах, кейсах и делать это в будущем. Окей, ну я вижу, что больше нету реплик вопросов. Тогда большое спасибо Косте за его прекрасное выступление, очень интересное. И спасибо вам, дорогие слушатели, за ваши комментарии, ваше внимание, ваши вопросы. Будем на этом прощаться. Спасибо всем большое. И до скорых встреч. Аджи-шл-тач. Субтитры создавал DimaTorzok